И только самые крутые и самые быстрые подписчики успеют поставить лайк за 3 секунды. Считаю. Раз, два, три. Раньше океан был обычным местом. Там плавали рыбки и занимались своими делами. Но что-то случилось непоправимое, и все рыбки стали огромными монстрами. Приветствую всех! С вами Мегалодон Илюша, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Fit and Grow Fish. В этой серии у нас будет выживание и эволюция среди монстров. Океан претерпел большие изменения, и теперь просто все, абсолютно все рыбешечки стали в нем монстрами. Каждый из этих рыбешек имеет уровень больше сотки. То есть у нас обычный уровень, конечно, тут у меня показывают почему-то 88, но это баги игры, баги мода. По сути, у меня первый уровень, потому что на первом уровне у нас как раз-таки около 300 дамага, как и сейчас мы видим. Ну что же, давайте тогда сейчас будем пытаться выживать. На самом деле, Мегалодон тут кажется обычной какой-то маленькой рыбешечкой по сравнению с теми монстрами. Но если приглядеться, у нас есть и обычные рыбешечки, поэтому я думаю, мы сначала, наверное, начнем пожирать именно их. Так, ну что же, давайте мы тогда вот этого зеленого Дунглио стеса скушаем. Так, в принципе, у меня не должно возникнуть проблем, чтобы я взял его и слопал. Все замечательно, отличненько. И надо бы попробовать напасть на какую-нибудь уже более-менее большую рыбешечку. Главное, чтобы она меня не слопала. Блин, какая же есть безобидная рыбка, которая большая, но при этом, которая не такая уж и сильная. Смотрите, у нас тут имеются вот такие рифовые рыбешечки. Может быть, на них попробовать напасть? Давайте попробуем, что ли. Так, вот я вижу одного такого претендента. Только не знаю, на какую, на желтую, на синенькую, либо на красную напасть. Давайте попробуем напасть вот на эту рыбешечку. Смотрите, да, атакую я ее нормальненько так. И смотрите, очень хорошо то, что она мне не дает никакого ответного урона. То есть, в принципе, ей все равно. Это мне нравится, потому что много есть таких рыбешечек, которые у нас агрессивные. И которые, естественно, будут пытаться дать мне люлей в ответ. Но это пока что рыбешечка нас вообще не трогает. И это, конечно же, очень и очень хорошо. Давайте, давайте тогда апаемся. И в итоге у нас уже урон 475. Это уже получше, конечно. Конечно, блин, можно попробовать, кстати, на крабика напасть, да? Давайте посмотрим, сколько же у него будет дамага. Так, крабик, иди-ка сюда, дружочек. Все, замечательно. Начинаю его тоже атаковать. И смотрите, фишка в том, что крабик тоже у нас не атакует. Это очень хорошо. Значит, мы опять-таки на халяву берем и поднимаем, естественно, опыта. И мне кажется, или этот крабик был даже меньше соточки. Да, скорее всего, он был меньше соточки, где-то уровень 80. Так, ладно. Продолжаем тогда искать дальше наших претендентов. Давайте мы тогда сейчас сплавим на ледяную локацию, где у нас тусуется кит-кашалот. Мне интересно, как выглядит именно он. Потому что он и так был большой, он же все-таки босс. А тут у него еще и сотый уровень. То есть, по сути, он просто очень и очень будет огромным. Ну вот, я уже заплыл на снежную локацию. Мне нравится то, что тут у нас просто куча крабиков, которые бегают тут и просто не могут найти себе местечко. И, кстати, я нашел кита-кашалота. И смотрите, по размерам-то он у нас обычный. То есть, получается, его вот эта эволюция не настигла. Он не стал монстром, он стал обычным китом. Я, наверное, даже его пожалею. Я его специально даже кушать не буду. Поэтому мы лучше уйдем отсюда и будем искать каких-нибудь уже рыбешечек, которые будут более-менее атаковать. Вот давайте попробуем напасть на Дунглиостейса. Дунглиостейсу, да? Так, получай, Дунглиостейс. Смотрите, в принципе, очень-очень бронированный паренек. Будем мы его, естественно, кушать вот за его вот этот хвостик, да? Так, получай, еще разочек получай. И смотрите, офигеть! Вы это видели? Серьезно? Просто один укус. И в итоге Дунглиостейс взял меня и слопал. Офигеть! Вот это да! А как интересно нам тогда сражаться? Давайте мы тогда сейчас сразу же попробуем напасть на вот эту акулу-молот. Только единственное, мы будем стараться делать так, чтобы мы не попадали к ней в рот. Потому что если она нас, естественно, укусит, то мы, скорее всего, будем побеждены. И причем с первого укуса. А это нам, естественно, не надо. Так, ну что же, акула, ты у нас готова или нет? Интересно, сколько у них вообще хп-шечек, да? Это было бы, конечно, классно посмотреть, но пока что я не знаю. Продолжаем ее фигачить. И, кстати, если вы заметили, я сейчас играю, в принципе, с модом. И на нашем моде еще стоит прикольная фишка. Это изменение цветов. То есть у меня сейчас мегаладон прям такой синенький-синенький-синенький. У него даже зубы синие. Офигеть! А вот эта акулка красная, хотя, если вы помните, у нее такой коричнево-серый окрас. Так, ну что же, акула, мне уже даже не страшно рядом с твоим ртом быть, потому что что-то ты какая-то слишком неактивная. Может быть, она боится меня, то, что я как бы сам мегаладон. Может быть, игра думает, что я реально прям большой такой и опасный. Но в итоге-то опасные тут все вокруг. Кроме меня. И, серьезно, офигеть, ребятоньки. Просто, опять-таки, я сколько раз мочил эту дурацкую рыбешечку, подлетел мегаладон, слопал меня с одного укуса. И еще акулу-молоту он тоже взял и в итоге слопал с одного укуса. Офигеть! Вы просто посмотрите! Везде у нас вот такие мутанты, и везде творится хаос. Это как так выживать-то вообще? Кстати, мне показалось, или я увидел мегаладона огромного. Давайте мы тогда сейчас посмотрим на монстра мегаладона. Мне интересно, как он у нас выглядит. Или же все-таки это не был мегаладон? Да, скорее всего, это не был мегаладон. Это просто была обычная тигровая акула, но очень и очень даже большая. Ну да, в принципе, так и есть. Офигеть, друзья! Так страшно просто плавать рядом с такими монстрами. Я не знаю, что мне даже делать. А давайте мы сейчас попробуем пофайтиться с рыбомичом. В принципе, она выглядит у нас, ну, более-менее безобидно. Но сейчас одна из них меня просто взяла и зафигачила своим вот этим носиком. И этот носик снес мне 4000 хпшек. Офигеть! Да это ж вообще, ребятоньки, жесть. Как тут выживать? Мне кажется, тут нереально взять и эволюционировать до нормальной эволюции. Так, ну ладно, смотрите. У нас пока что имеются вот такие халявные кусочки. Кушаем, кушаем, кушаем их по-быстренькому. Восстанавливаем заодно хпшечки. А также поднимаем, естественно, наш уровень. Я думаю, мы так и как раз таки и будем выживать. Будем эволюционировать. Просто будем воровать вот эти кусочки мяса. Потому что у нас других вариантов вообще не остается. Все слишком большие, все слишком мощные. Так, урон у меня полтысячи. На кого же попробовать напасть? Воу! Смотрите, а вот теперь я нашел мегалодона. Офигеть, друзья! Вы просто посмотрите, какой же он огромный. Ну-ка, дружище, дай-ка я тебя попробую кусить. А, стоп, я же его не могу кушать, потому что он мой сородичий. Офигеть! Опять-таки, кто-то меня укусил. У меня мегалодон сразу же потерялся. И в итоге у меня сразу же минус пол хпшечки. Но смотрите, пол хп уже как бы прогресс. Потому что тогда нас кушали с одного удара. А теперь, я думаю, даже нашим врагам понадобится несколько ударов. Так, ладно. Сейчас пока что медскову так быстренько покушаю. И буду продолжать фигачить вот эту акулку. Может быть у меня что-нибудь все-таки-то выйдет наконец-то. Так, 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 давай акулка. Давай, давай, продолжайте офигачить. Кстати, рядом со мной еще вот этот огромный мегалодон. Он помогает мне офигачить вот эту красную рыбешечку. И в итоге, да, смотрите, замечательно. Вместе с моим дружбаном мегалодоном мы смогли наконец-таки победить вот эту тигровую акулу. Только она у нас красненькая. И в итоге теперь мы кушаем опять-таки все вот это мяско. И я думаю, сейчас мы опять-таки апнем несколько уровней. И я бы хотел, чтобы у меня уже было 10 тысяч хпшечек, да. Это было бы, конечно, самое то. Ну да, в принципе, я покушал. И в итоге у меня уже имеется 11 тысяч хпшечек. Это довольно-таки неплохой результат. И дамаг у меня около 800. То есть, в принципе, я теперь могу дамажить неплохо так наших акулок. Смотрите, я нападаю на белую акулу. И в итоге будем сейчас пытаться тоже победить ее. Вы просто посмотрите на ее размеры. Насколько я маленький, хотя играю за мегалодон. И это самый, получается, сильный персонаж вообще тут. И в итоге... Стоп. Она пропала? Серьезно? Это как-то очень даже странно. Пытался я, пытался выживать. В итоге понял то, что за мегалодон на таких размерах обычных вообще нереально выжить. Поэтому давайте мы сейчас тоже дадим нашему мегалодону просто огроменный уровень, чтобы он был наравне с этими монстрами. И тогда мы пофайтимся уже с ними наравне. Ну и сейчас я нашему мегалодону дал уже порядка 100 уровней. То есть, если мы начинаем за нашим мегалодоной, и у нас имеется 88 уровней, то плюс 100 у нас будет 188. То есть, ну я чуть-чуть переборщил. Ну да, в принципе, мы замечаем то, что хотя бы теперь мой мегалодон может нормально пвпшиться с этими рыбёшечками. Смотрите, даже вот эту рыбу меч он просто взял из одного укуса, выиграл. Это хорошо. Так, колоссальный крабик. Давай-ка, давай-ка мы с тобой посражаемся. Смотрите, отличник. Он пока что на меня не нападает очень хорошо. Вот эта рыбка меня только смущает. Она как бы на меня налетает сейчас. Ну-ка, иди-ка отсюда, отстань-ка от меня. Есть, всё замечательно. Ещё минус одна рыбёшечка. И, в принципе, я замечаю то, что мы уже более-менее сражаемся нормальненько с нашими противниками. И давайте мы тогда сейчас попробуем пофайтиться с нормальным противником. Это с прогнатодоном. Смотрите, вот он у нас, красавчик. Сейчас я специально сделаю так, чтобы наш прогнатодон всё-таки смог меня пару раз укусить. Ну, давай, разворачивайся. Давай, мы хотим с тобой нормальненько так пвпшиться. Смотрите, он либо меня игнорирует, либо меня просто тупо не замечает. Эй, прогнатодон, ты хочешь со мной пвпшиться или нет? Смотрите, кушает мясо, офигеть. Да сколько можно, прогнатодон? Ты и так большой, а ты ещё столько кусочков мяса кушаешь. Ну, ладно, пока он всё-таки кушает мясо, не реагирует на меня, я воспользуюсь тем моментом, что я возьму его и слопаю. Как раз-таки ещё мяско вот это у него украду, чтобы он его не кушал и не восстанавливал своих хипошечек. И, серьёзно, опять это просто какая-то жесть. Он взял меня и укусил, и в итоге опять-таки с первого раза меня победил. И да уж, ребятоньки, поиграв, я могу сказать только одно. В этом моде практически нереально выжить, нереально эволюционировать, потому что тут очень и очень большие монстры, особенно прогнатодон. Он просто берёт и побеждает тебя с одного укуса, а это, естественно, очень и очень даже жёстко. Ну что же, а с вами был Илюша, игрушка под названием Fit and Grow Fish. Если вам понравился этот мод и вы хотите побольше серий с ним, напишите обязательно об этом в комментариях, а также наставьте кучу и кучу лайков. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok